Приветствую вас, и в первую очередь мне бы хотелось сказать, что у вашего мужчины есть серьезные проблемы с эмоциональной сферой. То есть человек не привык говорить о своих чувствах, человек не привык рассказывать о них, не привык рефлексировать, но зато он привык выражать свои эмоции через причинение боль другому человеку, то бишь вам. И, как правило, подобное приведение называется садистским, и ваш муж – это садист. Человек, который осознан или нет этого, неважно, пытается через причинение вам боли пережить те эмоции, которые у него есть, и посмотреть, как вы будете вести себя в этой ситуации. Почему человек начинает использовать, ну, такие вот садистские методы, да, почему? Потому что при отсутствии эмоционального интеллекта человека, значит, нет готовых шаблонов по поведению, и нет готовых шаблонов именно вот в тех или иных ситуациях. И из-за этого, из-за того, что нет готовых шаблонов для поведения, человек не знает, как себя вести. И причиняя боль, например, вас, он таким образом, как это не печально, он пытается выяснить, как же все-таки себя нужно вести в той или иной ситуации. То есть, он, по сути, пытается через вас заполнить то, чего нет у него самого. Ну, здесь нужно сказать очень важную, на мой взгляд, вещь о том, что мужчина, если он ударил вас один раз, скорее всего, ударит еще. Если я правильно понял, он обещает вам сделать все мебель. Если я правильно понял, сейчас, после его удара, он сожалеет о том, что сделал. Этот процесс называется процесс аннулирования. То есть, когда человек смешает какую-то серьезную, агрессивную вещь, видишь, после этого возникает потребность сделать так, как будто ничего не было. Ну, то есть, сделать вид, что ничего не было, как бы загладить вину. Но потом, когда все будет в порядке, потом, когда все более или менее успокоится, есть большая вероятность, что человек опять, опять вас ударит. Потому что его эмоциональный интеллект не развивается, его эмоциональный интеллект не растет, и из-за этого не решаются те проблемы, которые, ну, например, у вас есть. И в этом контексте можно сказать, что мужчина не изменится, потому что ему уже 47 лет, ага, и он, в общем-то, живет так, как ему он справится, так, как его устраивает, он не будет ничего менять, пока его устраивает, ибо, ну, ибо вот такой, таков мужик, любой мужчина такой. И вам в этой ситуации нужно для себя только решить, когда получилось, что вы живете в гражданском браке, почему не в официальном браке, почему вы позволили себе, скажем так, жить вот в гражданском браке, почему вы позволили вообще себе жить с мужчиной, который вам по сути делал, ну, никто. То есть, если он с вами не в официальном браке, то для вас, ну, по сути, чужой. На вас он по сути чужой человек, и непонятно лично мне, почему вы позволили себе с таким человеком жить. Также непонятно, почему вы терпите тоже то, что он по сути не обеспечивает семью, и что заставляет вас, ну, постоянно давать ему снова и снова шансы. Вот это, пожалуй, и является самыми главными моментами, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. На вопрос, что делать, я вам отвечу так. Вам необходимо выводить своего мужчину из зоны комфорта. Любыми наступными способами. Естественно, желательно, чтобы вы все-таки не скатывались в какой-то откровенный конфликт, тем более в конфликт с Мерсилием, но спокойно мужчинам нужно сказать, например, о том, что вы так жить стали, что вам так жить тяжело, и что вам бы хотелось все-таки другой жизни, и вы не требуете ничего от мужчины, но вам самой, вам самой, то, что происходит, кажется каким-то неправильным, и от этого вам очень грустно. И после этого, в принципе, мужчину можно оставить со своими мыслями, после этого, в принципе, мужчину можно больше ни о чем не спрашивать, и ничего ему не говорить, вот, просто пусть подумает и так далее. Вам, я рекомендую вести себя более отширененно, отстраненно, холодно с ним, чтобы человек понял, что ситуация нашла, ну, довольно-таки, в тупик. Ну и пока вы не будете более ценностно, более трепетно, более работливо относиться к себе, то и мужчина тоже не будет этого делать. Смотрите, вы говорите, я купил большую квартиру. Почему вы купили, а не муж? Почему вы вкладываете средства, а не муж? Понимаете? Это вот ваша такая, может быть, жесткость в некоторой степени, самостоятельность, излишняя находчивость, она, вероятно, подавляет мужчину и не позволяет ему проявлять свои мужские качества. Также очень важно понять, почему вы на протяжении последних двух месяцев ругаетесь чуть ли не каждый день. И почему вы это терпите? У конфликтов есть свои причины, эти причины надлежит разбирать, потому что они сами по себе, к сожалению, никуда не денутся. Вот. И в первую очередь вам нужно понять не причины всего вообще, а понять и увидеть границу своей ответственности в этих конфликтах. Например, не требуете ли вы от человека того, что он вам, в принципе, дать не может? Если человек всегда работал на себя, то, ну, как-то странно думать, что он будет работать где-то еще. Если вы решили брать на себя ответственность за что-то и проявлять инициативу где-то, опять же, странно думать, что человек будет вести себя по-другому и проявлять инициативу в ответ. Мужчина не делает того, что делать необязательно. Мужчина нужно держать в тонусе. Ваш мужчина не боится вас потерять, ваш мужчина не чувствует себя мужчиной с вами, ваш мужчина чувствует и знает, что вы сделаете для него все, что нужно. И вот это является самым-самым сложным и самым-самым ужасным в вашей ситуации. И весь вопрос в том, как такого мужчину вы допустили к себе. Считали, что он изменится? Считали, что он поменяется? Почему? Что-то новое навело вас на мысли о том, что он может измениться и стать другим. Пожалуйста, подумайте об этом. И если вы хотите обсудить, то выбирайте эксперта на нашем ресурсе и проработайте с ним данный вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.